Приветствую вас, Полина. Давайте разберём ваш вопрос. Я не буду его засчитывать целиком, потому что мне кажется, что текст, который вы написали, он, в общем-то, про одно, да, вот. Значит, про то, что вас когда-то пожелали видеть очень успешной, вас когда-то пожелали видеть наглой, богатой, и сейчас вы продолжаете отыгрывать эту роль. Роль наглой, богатой и успешной. Вот. А вокруг вас люди, другие люди, выставляют себя напротив бедными, неуспешными, да, скажем так, причитающими возможно, да, как вы говорите об этом. Вот. И когда вы сталкиваетесь с мужчинами, вот, то мужчины начинают вас, как вы говорите, делить. Мужчины начинают вас, как вы говорите, вызывать, вот, ну, с работы. Вот, из-за чего вы не можете устроиться на работу. Вы спрашиваете о том, как это называется в психологии. Как в психологии называются, когда пытаются сделать из кого-то успешнее. Это интроект. Вы здесь, на мой взгляд, подвержены интроекции. Интроекциям именно со стороны других людей. Причем других людей не обыкаких не случайных людей, а людей вполне определенных. Это тех людей, которым вы, вероятно, в той или иной степени как-то, может быть, завидуете. Ну, может быть, я не знаю, понятно, что наверняка ответить на этот вопрос сейчас не представляется возможным. Но очень и очень похоже на то, что вы поддаетесь интроектам тех, кому вы завидуете, тех, на кого вы в той или иной степени пытаетесь ориентироваться. Вот. Вот так это называется в психологии. На мой взгляд, да? В целом, я бы сказал, что у вас такая вот позиция, да? Ну, пониженной самооценки несколько отсутствующих личных границ и, в общем, вероятно, определенных еще страхов. Вот. То есть, вот, как-то, вот, то, что вы описываете, да, довольно сильно похоже на это. Вот. То, что вы описываете. И, соответственно, я бы с этого, вероятно, и начал бы работать, вот, с того, к чему в своей жизни вы стремитесь. К тому, на что вы в своей жизни ориентируетесь, с того, чего вам интересно, ну, по жизни вообще. Вот. Понимаете? Как бы. Вот. То есть, вы сейчас живете, живете жизни других людей. Вот. Людей, которые вас используют. Связано это, вероятно, опять же, именно, вот, с отсутствием у вас личных границ. То есть, непонимание того, где я, где другой человек, где, в общем и целом, то, что, например, нужно мне, а где то, что нужно другому. И в какой последовательности, например, мы будем с этим обращаться? Вот. Как мы будем с этим обращаться? Пока у вас нет вот таких, ну, довольно, я бы сказал, важных ограничений. Вот. Ну, вполне вероятно, что будут проблемы и трудности. Вот. Так же, я бы отметил, наверное, еще тот факт, что мне показалось, будто вы достаточно слабо доверяете себе, достаточно слабо что у вас получается на себя опираться. Вот. Ну, то есть, как бы, вот, вы на себя не опираетесь, вы стараетесь, как мне показалось, опереться больше на кого-то со стороны. Вот. И тем самым создаётся риск вот этой вот уязвимости и зависимости, о котором вы пишите. Ну, вот. К сожалению. Поэтому, я думаю, что именно в этих направлениях вам нужно работать. Причём, обратите внимание, вы говорите, точнее, вы спрашиваете, а то, как это называется в психологии. Вы не нацелены в данном случае на то, чтобы выявить, к примеру, свои трудности. И, как бы, начать их решать. А вы нацелены на то, чтобы узнать сейчас, да, как бы, как это называется в психологии. Вот вы подумайте о том, что вам даст то, если вы узнаете, как это называется в психологии, то есть, что вам это даст то, что вы получите. Ну, знаете вы... Термин, да? А, что дальше будет? То есть я бы сказал, что здесь как-то есть у вас, на мой взгляд, смещение, смещение приоритетов и может быть вы надеетесь защититься таким образом. Вот, но я бы сказал, что интеллектуально защититься не получилось еще ни у кого. По крайней мере эффективно, да, чтобы это было прямо вот так, как нужно. Защититься от этих людей, условно говоря, можно, если научиться, как бы, ну, прислушиваться к себе. Лучше, чем вы это вот делаете сначала. Понимаете? Вот сейчас весь ваш ресурс, как мне кажется, нацелен на то, чтобы бороться с людьми, которые вас окружают. Вот. Ну. Прилокционально то, что мы же сами выбираем свое окружение, да, и вы выбираете людей. Вот. Если, например, вы говорите, что, допустим, вас окружают люди богатые, там, успешные и так далее, да. Вот. То это вполне возможно, что вы их, ну, в какой-то, в какой-то степени, да, напитываете вот той энергией, да, которая могла бы быть у вас. Вот. Понимаете, да, какая штука. И это важно понимать, важно, как бы, это учитывать, важно это замечать, отдавать себе в этом отсчет. Каким образом, как я оказываюсь с этими людьми. Вот. Может быть, вы или постоянно, или все время чего-то ждете от людей. Вот. А ваши ожидания не опрятываются. Вот. Такое тоже может быть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...